Всем здравствуйте! Следствие по делу о трагедии заслуженной артистки продолжается. На днях в доме Валентины Валерьевны нашли расписку об отчуждении квартиры, подписанную ее рукой. Вероятно, звезда готова была отдать апартаменты, только вот кому. Документ об отчуждении квартиры в пользу нового владельца сейчас находится в распоряжении следователей. Сергей Жорин, адвокат, который представляет интересы семьи Легкоступовой, говорит, что бумагу видела дочь певицы. Анета была в шоке, она видела этот рукописный текст, но сфотографировать расписку не было возможности, потому что она приобщена к материалам дела, поделился Сергей Викторович. Напомним, артистки не стало в августе этого года в больнице вследствие тяжелой черепно-мозговой травмы. Семья звезды отрицает ее случайное падение и настаивает на проведении тщательного расследования с целью найти виновного. Сейчас следствие выясняет, кто мог желать ухода Валентины Легкоступовой. К слову, идя в этом направлении, правоохранители добыли еще одну улику – гантель, обернутую в полотенце, которую нашли в доме. Есть предположение, что именно этим предметом травмировали несчастную. Напомним, что по заявлению единственного свидетеля, который был дома с артисткой в тот роковой день, Юрия Фирсова, Легкоступова поскользнулась и упала в ванной комнате, отсюда, мол, травмы и гематомы. Но адвокат Жорин не верит, что в крохотной душевой кабине можно было так сильно удариться. Мне удалось получить снимки в ванной, в которой певица якобы поскользнулась и приобрела травмы. Почти вся правая часть ее тела повреждена. Чтобы так упасть, нужно падать, грубо говоря, плашмя, не группируясь на что-то твердое – кафель асфальт. Получив снимки, был крайне удивлен. Ванной там в принципе нет как таковой, только душевая кабина, упасть в которой нереально, она как шкафчик. Сама же комната крайне маленькая по размеру и заставлена, раковина, стиральная машина, говорил Сергей Викторович. Юрий Фирсов, несмотря на ход расследования, уехал из города. В данный момент он находится в Турции. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok